Врачи Видновской клинической больницы и представители коммерческих медицинских центров собрались вместе под одной крышей. На втором фестивале здоровья жители города могли пройти обследование, вакцинироваться от сезонных заболеваний, а также проконсультироваться по тем или иным вопросам. У нас уникальные проекты, таких проектов нет больше в Московской области. Я могу сказать, что и в России, наверное, подобных проектов не так уж много. Второй год идейным вдохновителем мероприятия стала предприниматель Елена Олейник, инициативу которой поддержали коллеги из торгово-промышленной палаты. Второй фестиваль здоровья вызвал наибольший интерес со стороны жителей города, со стороны медицинских организаций, которые принимают сегодня участие. А всего их 18 предприятий, которые сегодня будут презентовать свои медицинские центры. Я думаю, что в следующем году мы еще больше наберем обороты. Уже сегодня к нам обращаются соседних муниципалитетов. Мы только что общались с коллегами. Большую площадку подготовила Видновская клиническая больница. Дополнение в отношении прошлого года – возможность пройти флюографическое обследование. Кроме того, у нас принимает врач-гивиатор, врач-терапевт, который проведет консультацию гражданам категории 60+. Передовыми методиками диагностики онкологических заболеваний ротовой полости поделились видновские стоматологи. Световой луч при помощи аппарата АФС позволяет увидеть самые незаметные, мельчайшие патологические изменения полости рта, что позволяет нам вовремя диагностировать заболевание и назначить своевременное лечение. Презентацию своего учреждения устроил Видновский перинатальный центр – один из лидеров Подмосковья в сфере родовспоможения. У нас интерактивы активно проводятся не только с мамами, но и с папами. Мы придумали это для того, чтобы партнерские роды, которые составляют в нашем учреждении до 30%, были не только актуальны, но и полезны для папы, и для семейной обстановки, укрепления семьи. Посетители фестиваля воспользовались возможностью пройти диспансеризацию и отметили высокий уровень организации мероприятия. Глазное давление померила, зрение проверила. Вот сейчас кровь, да, на сахар кровь сдам. Прием здесь шикарный. Прям, ну, лучше не придумаешь. В больнице там постой, тут постой, а тут все очень хорошо. Организация хорошая. Для молодых, особенно тех, у кого время не позволяет в будние, вот сделали выходной день для того, чтобы можно было прийти. Мне кажется, это очень-очень удобно. Полезными и интересными стали мастер-классы по технике внутримышечных и внутривенных инъекций, а также по оказанию первой помощи при остановке сердца. Оттягиваем правой рукой левую и начинаем сердечно-легочную реанимацию. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Одна из главных целей фестиваля – показать жителям, что у нас в муниципалитете есть широкий спектр медицинских организаций разных направлений, и для лечения тех или иных заболеваний нет необходимости выезжать за пределы округа. Мы представляем специалистов более двадцати направлений – это и детские, и взрослые, и врачи. Что делает маутрициолог? Он определяет правильность питания, образ жизни и нет ли какой-то патологии. Настя, косметология, инъекционная, эстетическая, диагностика. Также терапевты, педиатры. Всех ждем. Фестиваль здоровья планируется сделать традиционным мероприятием. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Гульнара Балаева, Видное ТВ.